Салют, друзья, у микрофона Мистерк, я и с возвращением в GTA 5 РП. В прошлый раз мы с вами вступили в полицию, в ЛСПД, и теперь являемся полноценными офицерами. Уже сдали все экзамены, и сегодня будем отправляться в наш первый патруль. И черт, что я могу вам сказать? Это место просто бомба! Я уже обожаю работать в ЛСПД, как минимум потому, что тут есть бассейн, где можно проводить большую часть своего дня, и никто тебя не будет трогать. Но преступники сами себя ловить не будут. В городе полно правонарушений, и мы должны с ними бороться, как самые настоящие честные копы. Я спросил у вас в комментариях, каким копом мне быть? Тем, кто берет взятки и избивает всех подряд, или же честным, справедливым полицейским? Большинство сказало как раз-таки, что я должен быть честным и справедливым полицейским. Я не знаю, что на вас нашло, друзья, но именно таким мы с вами и будем. По крайней мере, для начала. Что ж, если сегодня нас ожидает первый выезд в патруль, очевидно, мне нужно найти напарника. Как минимум, в патруль в одиночку выезжать опасно и категорически запрещено. А во-вторых, мне нужен человек, который направит меня на правильный путь и расскажет, как вообще происходит работа в полиции. Так что сейчас для начала возьмем, пожалуй, вооружение у этого молодого человека. Что у нас есть в распоряжении? Пистолет, поз и помповый дробовик. Оружие, конечно, не самое лучшее, и вряд ли мы перестреляем серьезных бандитов, если у нас будет нападение. Так что работать нужно осторожно. Осталось только найти напарника. Я предлагаю сейчас спуститься на стоянку к автомобилям и там кого-нибудь подождать. Ну а перед выездом в патруль я приглашаю вас играть, конечно же, на третьем сервере Radmir RP вместе со мной. Ссылка на лаунчер, есть в описании. После входа на сервер не забудьте нажать кнопку F2, реферальная система и ввести промокод MrK, который даст вам 75 тысяч баксов для развития. А самое главное, у нас на сервере есть собственная семья, и ты можешь с первого уровня сразу начать зарабатывать большие деньги, а мы поможем тебе развиться. Чтобы в нее вступить, заходи по ссылочке в описании в мой дискорд сервер и подавай заявку на роль семьи. Опа, я кажется вижу нашего сегодняшнего напарника. Здорово, мужик. Здорово, здорово. Слушай, дело такое, недавно вступил в полицию, хочу поехать в патруль, в первый патруль свой отправиться. Я вижу, ты здесь вроде тоже новенький, так что мы обязаны стать с тобой напарниками на всю жизнь, прикрывать спины и задницы друг друга. Как ты на это смотришь? Согласен, согласен. Классно. Ты вообще шаришь за эту тему? Сможешь мне объяснить, как, что, куда работать, ехать, куда, что делать? Ну, в принципе, постараюсь объяснить. Только давай что-нибудь лайтовенькое. Я предлагаю сегодня проехаться чисто по городу, посмотреть там езду по встречной полосе, езду по обочинам, может быть, парковочку в неположенном месте. Окей, я не хочу от этих перестрелки ввязываться, потому что у меня из оружия, извините, у меня только дубинка и шокер. Ага, ну давай, давай. Ну, слушай, перед отправлением в патруль, я считаю, мы должны дать друг другу кликухи. Я буду тебя называть офицер-кральчиха. Что, блядь? А я тебя тогда буду называть офицер-ключик. Отлично, договорились. Ну все, давай тогда выдвигаться. Какую тачку берем? Давай вон дотс-чарджевой. Ну все, чуваки, с этим парнем мы будем не разлей вода. Садись ты тогда за руль. Да, давай я за руль сяду, я уж как-нибудь там справлюсь. Есть какой-то маршрут для патрулирования или можно просто по городу ехать? Полностью по городу покатаемся. Ну все, давайте выезжать в город. Ё-моё, волнуюсь, просто капец. Самое главное пристегнуться. Проблистковые маячки на всякий случай проверить. И давайте выезжать. Машину нужно сохранять в чистоте и порядке. Там где-то банкомат взламывают, но меня это сегодня не интересует. Меня интересуют только нарушители правил дорожного движения. Здесь самое главное не спешить. Медленно едем по городу. Нарушители сами себя найдут, потому что люди в Лос-Антосе любят гонять. Особенно по встречной полосе, по обочинам. Нарушать правила дорожного движения. Прыгать под колеса и так далее. Так что торопиться тут куда-то мчаться смысла никакого нету. Опа, машинка стоит неправильно. Да, на обочине запарковался молодой такой. Давай разберемся. Давай сейчас, значит, ему штрафчик выпишем. Давай, я тебя прикрываю, крольчиха. Поставил свой Мерседес прямо на обочине. Ё-моё. Самодовольный, что ли? Не хватило места на дороге припарковать тачку, что ли? Штраф выписал. Отлично, поехали дальше. Слушай, ну машины, я смотрю, есть по городу, бросают только в путь, которые нарушают правила дорожного движения. Пробьешь машину? Давай, да-да-да. Да хотя погоди, там опасное вождение сзади, блин, на кулине. Здравствуйте, сэр, помочь? Чё? Вопросы какие-то спрашиваю? Да. Какие? Ты сам себе задай вопрос. Я вам задаю вопрос, сэр. Почему сразу, сэр? А как вам обращаться? Тони Холливуд. Хорошо, Тони, какие вопросы? Никаких. Тогда можно дорогу нам освободить? Вы встали прямо напротив. Так вы можете прямо проехать. Включайте поворотник, начинайте движение и всё. А, понимаете, здесь поворот направо идёт, видите, стрелка. А нам нужно прямо ехать. Не хочется проблесковые маячки просто так использовать, сами понимаете. Тони. Ха-ха-ха. Ёпоросто он поёт. Чё, продолжаем машину пробивать, да? Ну давай пробей. Опа, по встречной полосе едет. Давай, выдвигаемся за этим парнем. Так, едет человек по встречной полосе, несётся очень стремительно куда-то. Давайте пытаться его остановить. Водитель чёрной машины к обочине, прижимайтесь. Полиция его санкции. Так, давай, офицер-королючек, иди поговорить. Здравствуйте. Алейкум ассалам. Почему вы сейчас нарушаемые проехали по встречной полосе? Это статья 29-я Дорожного кодекса. Я, это русский, плохо понимаю, можно для штраф? Да, 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 да. Достал листочек с ручкой и сумочек. Ёпоросто, как гоняет он. Ну ничего, сейчас будем находить. Хотя это Бугатти, Бугатти трудно, хотя он, блин, развернулся ещё. Ага, ещё и к нам подъехал. Сэр, попрошу вас из машины выйти. А, причина? Только что проехали по встречной полосе, не заметили? Да я случайно, я в ГУШ. Хорошо, тогда сейчас с обочиной съезжайте, вы ещё и на обочине стоите. Да ёпоросоте, чё я себя нарушу, блин, к нам все подъехали, ё-моё. Эээ, ну ладно, пусть едут по своим дорогам. Блин, капец, тут все нарушают, можно просто всех подряд останавливать. Ну провокация, чё, вообще. Кис, слышите? Да, сэр. Не хотите этого, давайте? Вызывайте сотрудников полиции на перестрелку. Здравствуйте, дядя Моу! Я просто, пожалуйста. Молодые люди, не останавливайся на дороге, проезжаем дальше. Меня Филипп зовут. Не самое время для разговоров, сами понимаете. Сдаём опасную ситуацию на дороге. Давайте побазарим. Давайте остановимся, побазарим, давайте поговоримся. Ну на обочине-то зачем остановились, ну ё-моё. Как ваши дела? Сэр, вы на обочине припарковались, можно документы ваши убедить? А, сейчас я перепаркуюсь. Машина в уголе, если что, да, шутка. Да, номеров-то на машине, кстати, нету. Только что купил, ну чё отведу ставить, понимаете? Хотя 8.1 ездать из миров. Я говорю, только что машину купил, я еду, я дам, 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 дам. А, окей, документы на машину можно встретить? Да, 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 достал паспорт из-под ногтя, после чего перелил человеку напротив. Ну я вижу, что она ваша, хорошо, сэр. А о чём поговорить хотели? Да просто как вас дела, мне скучно. Дева отличные, сэр, погода потрясающая. У вас как дела? У меня тоже всё отличное. Ну тогда давайте машинку на учёт съездите, поставьте номера тоже на неё, закрепьте гроши. У меня просто номера типа хуй. Ладно, поеду хуй на хуй ставить, до свидания. Давайте, сэр. Не, всё, я никого не буду больше отпускать, буду всем штраф выписать. Опа, машинка. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Можете из машины выйти, пожалуйста? А зачем? Вы припарковались на обочине, штраф получается вам нужно выписать-то. А у меня аварийка, не видите? Я вижу, что у вас вся тачка разбита, там и аварийку не видно. А что, сломались? Нет. Вам плохо стало? Может скорую вызовут? Да нет, всё нормально. Вы встали машину отогнать на проезжую часть, чтобы газон не портил? Спасибо. Слушай, да он нагло так ездит, уже какой раз вижу на нарушение с его стороны. И опять на обочине припарковался. Ну всё, в этот раз точно. Водитель чёрного кулина, можете из машины выйти, полиция. Водитель чёрного роуз-ройса, машину покидайте. Здравствуйте, ещё раз. Во-первых, уничтожаться, это может быть у вас проблемы с глазами? Что, что, что? Ну она чёрно-красная, да и какая разница, вы же поняли, что я к вам обращаюсь. Вы прям так и хотите мне штраф выписать, да? Сэр, я уже какой раз вижу от вас правонарушение, уже два предупреждения вам делал. Вот, выйди из машины, пожалуйста. Так, здрасте, сэр, близко, можете... Так, что вы мне хотите дать? Это вот никакая невзятка, так, чтобы вы своим напарником чай попили. Слушайте, я не могу такое принять, давайте вы просто штраф оплатите и всё. Ну давайте. Я как бы при службе, сами понимаете. Можно ваши документы? Достал документы из сумки, передал человеку напротив. Взял документики, ознакомился, посмотрел вторую страничку, вижу вашу машинку. Так, номера сейчас сверил только, вернул документики. Так, номера его, хорошо. Ну получается, сэр, видел за вами парковку на обочине два раза. Один штраф вам выпишу, ну пожалуйста, ездите аккуратнее, хорошо? Машина дорогая, я понимаю. Может понтуетесь, но тем не менее. Да, получается, заполнил бланк, передал человеку напротив. Оплатить можете в полицейском участке? Не нарушайте, я вас спрашиваю. И по встречной полосе так не гонять. Какие-то подозрительные типы здесь ходят с оружием, что-то махают. Здравствуйте. Машинка заглохла. Прям так на проезжей части бросили её. Кому она принадлежит? Она, вон, видите, вон белый сет? Вон, ему, ему. Давайте разберёмся, поможем ребятам, что у них здесь с машинкой случилось. Можно за руль присесть, с вашего позволения? Ага, я вижу, топливо закончилось у вас. Механика вызвали? Нет, денег нет. Слушайте, ну как-то не позволят так стоять на дороге. Давайте помогу, а механика вызву сюда. Хотя их нет особо. Спасибо большое. Механик принял вызов, сейчас подъедет. Вот так и должны работать полицейские. Помогать людям на дорогах. Не только штраф выписывать, лид за ПДД. Но у людей случилась проблема. Смотрите, вся тачка разбита. Даже капот открыли, ковырялись. Да, не увидели, что топливо закончилось. Думали, движок заглох. Хотя тачка такая прям мощная, заряженная. Такая барышня приехала обслужить мужиков. Ну, по крайней мере, залила топливо им. А если мой друг будет, например, ехать в багажнике? Это статья вообще какая? Нет такой статьи. Черт, хотели в обычном патруле побыть. Там банк грабят ЛСМЦ. Ну хорошо, давайте, поехали, постреляемся. Хотя мне кажется, что с моим-то вооружением нам сейчас наваляют там по полной программе. Но тем не менее. Насколько я помню, банк ЛСМЦ находится у нас вот здесь. Вот, да, я вижу его. Давайте попробуем через переулок заехать, через какие-нибудь верхние парковки. Вижу кучу вооруженных людей, которые трутся у банка, бегают туда-сюда. Их гораздо больше, нежели нас. Тем более у них вооружение явно получше. Но здесь собралось много полицейских. Ага. По кому там уже огонь открыли? Ну ладно, давайте стрелять. Будем как-нибудь отстреливаться издалека, стараться поливать их огнем изо всех сил. Так и правых. Правых тулем. Хорошо, без вопросов. Правые куда-то убежали. Наверное, сейчас на нас будут здесь пытаться выехать. Ага, они уже сюда идут. Хорошо, без вопросов. Давайте их здесь, с левой стороны, будем пытаться поджимать. Потому что они выдвигаются в нашу сторону и могут сейчас к нам сюда залезть. Перестрелочки я обожаю. Ради этого в полицию я и пошел. Что там в банке-то происходит? Потому что ребята в банке наверняка грабят его. Они же не могли убежать и тупо отстреливаться от нас. Блин, одного из наших положили. Блин, я им-то наношу просто копеечный урон какой-то. У меня патроны заканчиваются, между прочим. Осталось 30 патронов. Ё-п-р-с-т. Блин, да откуда по мне стреляют? Сзади, сбоку. Так, мне нужно... Ай, блин, меня положили с какого-то боку. Откуда он меня положил-то? Слушайте, ну вооружение для перестрелок пока что, ну реально такое себе. То есть тупать в такие перестрелки с кучей вооруженных лиц, имея при себе только какой-то пистолет-пулемет, дело не очень практичное. Поедем дальше в патруль. Так, сломанная машинка стоит прямо на проезжей части. Наш клиентик 022222. Найти. Ой, ёп-просто, сколько здесь машин. Но вроде как эта машина принадлежит Павлу Мелдерсу, а он работает у нас в полиции. Блин, я не хочу штрафовать своего же человека. Опа, опа, опа. Вижу, несется там человечек наш. Пармози его. Чёрный выклад, прижимаемся к обочине. Здравствуйте. По встречной полосе двигались сервы? Статья 29 Дорожного кодекса, мне придется вам выписать штраф. Да-да-да, давайте, пишите-пишите, я опаздываю. И номера еще на машинку поставьте, пожалуйста, если она ваша, конечно. Хорошо, оформили мы этот Мерседес В-класс на 10 тысяч баксов. И вот этот парень как-то очень вызывающий, тут ездит туда-сюда. Мне кажется, он нас провоцирует, но в принципе, ездит по правилам. Ладно, там, разметочку нарушает, да, там, вовеляет из стороны в сторону. Блин, ну, опасное вождение он создает, давайте его притормозим. Водитель черного амбаргини, прижмитесь к обочине. К обочине прижмитесь, пожалуйста. Ну, ёпперный театр. Да что ты так прижимаешься? Сэр, встаньте по направлению трафика. Ну, я прижал. Из машины покиньте, будьте добры. Здравствуйте, можете, пожалуйста, до 48 тысяч на монтировку и транспонт? Ладно, давайте поговорим. Можно ваши документики посмотреть? А чё у вас в руках, шокер? Вы мне угрожаете жизни. Сэр, вы проезжаете сейчас или будете задержаны? Я не могу уехать. Чем ты ему угрожаешь? Так, взял первую страничку. Вы в курсе, что сейчас сдавали опасное вождение? Катались туда-сюда, поезжали на встречную полосу, на обочину. Резкие развороты совершили. Не-не, у меня глаза погулок. Мне придется выписать ваш штраф. Можете выйти? Так, я понял. Хорошо, вопросов не имею. Поехали. Да ты куда, блядь, лезешь? И откинулся. Куда он делся? Чёрт побери, что это было сейчас? Вот так вот и останавливаем машины. И, пожалуйста, тебя просто расстреляли. Сразу видно, опасный, чёрт побери, город. Я сразу закипишился, когда вокруг начали проезжать машины. Всё-таки даже вдвоём здесь очень трудно ходить. Посмотрите, сколько людей стянулось. Явно чуваки принадлежат какой-то банде. За 20, возможно. За 15 можно выписать. Так, ехал вот этот красный мини-купер. Красный мини-купер к обочине. Заглушите двигатель, выйдите из машины. Сэр, двигались по обочине. Совершали резкие манёвры. Придется вам штраф поплатить. Получается, достал ручку с листочком у сумочки, начал выписать штраф человека напротив. Вообще, в идеале, у него сначала документа попросить, плюс он в маске стоит. Вы слышите нас? Можете что-то ответить? Да-да-да. Можно ваши документы увидеть также? Масочку сможете снять, чтобы я опознался? Так, вижу, машина принадлежит вам. Всё, вопросов не имею. Возвращаю документы вам. Сейчас офицер выпишет штраф, нужно будет оплатить в полицейском участке. Всё, выписал штраф, отдал листочек человеку напротив. Всё, больше не нарушай. Удачи наберу. Ё-моё, ты погляди, что там слева творится. Смотри, как тачки запарковали. Я в шоке, блин. Поставил машину на место, где коляски должны ездить. Ё-п-эрный театр. Пойдём проверим. А это, кстати, на месте стоит. Поехал. Деловая колбаса. А, сэр, здравствуйте. Ещё раз здравствуйте. Вы в курсе, что это место для колясок, а не для мини-купера? Да, я не знал, извините. Да, можете, пожалуйста, нормально припарковаться. Не хочется вам ещё не штраф выписать. Я в шоке. Только что штраф выписали ему на 10 тысяч долларов. Сэр, ну вы сейчас на тротуаре стоите. Надо на дороге встать. Ну, блин, ну не так же на дороге встают. Хо-хо-хо. Я в шоке с этих людей в городе. Они, мне кажется, никогда правила дорожного движения не читали. Ну, кто так паркуется? Ты погляди, как встал. Король мира, судя по всему, получается. Кхм. Человек какой-то дрифтует. Давайте пробьём его машинку. 3-3-4-818. Найти Коля Чижов. Братишка, придётся тебе оплатить штраф. Вижу, штраф у тебя здесь нормально выписывают. На 3 тысячи баксов. Всё, штраф выписан. Пусть оплачивает. Пусть мне денежки капают в карман. А вот этот парень что-то слишком сильно нарушает. Слушай, его надо тормозить. Явно провоцирует нас. Водитель чёрной машины, прижмитесь к обочине. Полиция его санкции. К обочине водитель чёрного автомобиля. Возомнил себя уличным гонщиком. Мне кажется, токийский дрифт пересмотреть. Всё, по колёсам, прижимайтесь. Сэр, последнее предупреждение. К обочине прижимайтесь, иначе открываем огонь по колёсам. Останавливаться он не собирается. Будем, значит, пробивать ему колёса. На обочине останавливайтесь. Да ёппарасоте, ну что ты, куда ты едешь-то? Давайте переднее колесо ему пробьём. Да у тебя уже двух колёс нет. Давай останавливайся. Ты уже точно далеко не уедешь. Осталось ещё два колеса у тебя, конечно. Но, братишка, тебе это не поможет. Это уже как минимум неподчинение. Всё, у него теперь скорости не будет. Водитель, чёрный машина, к обочине, выходите из машины. В принципе, здесь можно с шокером работать. Из машины выходи. Не хочу. Да ёппарасоте. Давай, останавливайся, чёрт побери. Выходи из машины. Я не могу пробить ему окно. Как его из машины вытащить? Сэр, выходите из машины немедленно. Уважаемый водитель, прижмитесь к обочине и заглушите... Я не могу это терпеть. Давай, тормози, блин, тачку свою. Вылезай из машины. Ладно, я буду пытаться его шокером, конечно, долбануть. Я не знаю, получится ли. Нет, я вроде окно... Разбил. В принципе, шокером его можно из машины, наверное, вытащить, если его не будут вот так вот, блядь, таранить. Так, всё. Понятно. Понимаю, понимаю. Просто вышел из игры. Так долго гонялся и вышел тупо из игры. Ух, ну что я могу сказать. Первый день патруля прошёл довольно успешно, мне кажется. Мы совершили несколько хороших остановок. Полицейские погони. Дальше будет только интереснее. В следующие разы мы поедем уже на более серьёзные вызовы. Плюс я постараюсь за это время повыситься в звании, как минимум до сержанта, и уже дальше двигаться по карьерной лестнице. Так что жду вас на третьем серии Радмир РП. В комментариях пишите ваши предложения и идеи. Не забудьте поставить лайк. А у микрофона был мистер Кей. Всем хорошего настроения, удачи и пока.